Как усилить эмоциональную стойкость? Советы врачей. Жизнь во время войны, переезд в другой город или даже страну – это значительный стресс для каждого человека. Даже если значительных психологических проблем вы не замечаете, всегда стоит знать, как можно усилить свою эмоциональную устойчивость. Более подробно о том, как поддержать себя в кризисной ситуации, можно узнать в материале РБК «Украина». Национальная служба здоровья Украины совместно с сотрудниками проекта «Ты как?» объяснили, что из-за войны и неопределенности эмоциональное состояние и эмоциональная выносливость очень быстро истощается. Однако именно сейчас данные навыки нужны как никогда. Однако находить в себе силы можно каждый день. Для этого следует учиться заботиться о себе и управлять эмоциями. Для этого профессионалы разработали аптечку скорой психологической помощи. Аптечка скорой психологической помощи – это собранные, в одном месте простые упражнения для успокоения и советы по устойчивости. Чему учит данная аптечка? Как проявляется стресс? Как нельзя бороться со стрессом? Как быстро овладеть стрессом? Какие упражнения помогут снять напряжение в теле? Какие упражнения отвлекают от тревожных мыслей? Какие упражнения следует делать для успокоения? Как помочь другим в стрессе? Как поддержать сотрудников, если вы руководитель? Как заботиться об эмоциональной стойкости? Также напоминаем, если не получается справиться своими силами, вы можете обратиться к специалисту по психическому здоровью, добавили в НЗУ. Чтобы найти, куда и к кому обратиться, достаточно иметь интернет и открыть дашборд НЗУ у предоставителя медицинской помощи по направлению «Психологическая и психиатрическая помощь». Полезные упражнения для самопомощи. Сортировка проблеменок до гора проблем, которые необходимо решить, кажется непреодолимой. И это влечет за собой немалую тревогу. Врачи советуют разбить верх на кучке и расставить по приоритетам. Сначала составьте список проблем, можно даже записать каждую на отдельной карточке или листе. Выберите принцип сортировки. Например, по степени важности или неотложности, необходимо решить сегодня. Нужно решить в ближайшее время. Важные проблемы, но могут подождать. Проблемы, которые можно отложить на неограниченное время. Разбрасывайте ваши проблемы по этим условным корзинам. Определите сроки решения проблем. Эта техника пригодится, когда проблемы наваливаются вдруг со всех сторон. Чувство безнадежности пройдет, ведь вы управляете ситуацией, объяснили медики. Круги контроля нарисуйте два круга друг в друге. В небольшом круге запишите все, что вы можете контролировать. К примеру, дни общения с семьей и вашей активности, рабочие обязанности. В большом, внешнем кругу напишите вещи и вопросы, которые вас беспокоят, но на которые повлиять невозможно. Полномасштабная война, незнакомцы покидают животных на улице и так далее. Чтобы чувствовать себя спокойнее, чаще обращайте внимание и силы на то, что можете контролировать и изменять к лучшему. В то же время следует добавить в свою жизнь такие привычки, как достаточный сон, здоровый информационный рацион, здоровое питание, отказ от алкоголя, физическая активность. При подготовке публикации использовалась информация Национальной службы здоровья и проекта «Ты как?». Отметим, что первое звено помощи при любом заболевании в Украине – семейный врач. Ранее новости Украина объяснила, как выбрать, где найти и можно ли заменить семейного врача. Напомним также, что мы также объясняли, как преодолеть клаустрофобию и паническую атаку. Продолжение следует...